Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что намерены продвинуть стагнирующий политический процесс по Донбассу способом, который удовлетворит Украину. Об этом глава немецкого правительства сообщила после дискуссии на саммите ЕС по внешнеполитическим опросам. Своё заявление Меркель и Макрон сделали накануне встречи глав государств Нормандской четвёрки. Напомним, она состоится в начале следующей недели. За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, двое получили ранения. На Луганском направлении противник 11 раз нарушил режим прекращения огня. В двух эпизодах применялись минометы. На Донецком участке было пять обстрелов. В двух случаях оккупанты применяли запрещенные вооружения. На Мариупольском направлении было зафиксировано 13 эпизодов нарушения режима прекращения огня. В результате минометного обстрела Маринки была ранена местная жительница. Лидеры Европейского Союза встретились на двудневном саммите в Брюсселе. Они обсуждают широкий спектр вопросов. От обороны и безопасности до Брексита, торговли, климата и миграции. Французский президент Эммануэль Макрон сказал, что он сторонник свободной торговли. Однако европейцам не стоит быть слишком наивными. По его словам, такие торговые партнёры ЕС, как США и Китай, защищают свои стратегические индустрии. Поэтому Европа также должна ограничивать инвестиции в определённых секторах. «Привлекательность не означает, что мы должны быть открыты для всего и для всех. США – одна из самых открытых и привлекательных стран в мире, по крайней мере сейчас, также контролирует инвестиции в стратегических областях». Лидеры ЕС также договорились увеличить оборонное взаимодействие. Выступая на пресс-конференции после обсуждений, председатель Евросовета Дональд Туск сказал, что решение историческое. «Лидеры договорились о необходимости создать постоянную европейскую систему взаимодействия в области обороны. Это исторический шаг, поскольку такое взаимодействие позволит ЕС двигаться в сторону большей оборонной интеграции. Наша цель – амбициозность и инклюзивность, то есть мы приглашаем присоединиться к каждую страну ЕС». Тем временем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о том, как в стране будут обеспечивать права граждан других государств ЕС после Брексита. По словам премьера, те, кто прожил в Соединённом Королевстве пять лет и больше, получат право на постоянное проживание. Канцлер Германии сказала, что это хорошее начало, но многие вопросы остаются нерешёнными. «Тереза Мэй сегодня дала ясно понять, что граждане ЕС, которые жили в Великобритании пять лет, сохранят все права. Это хорошее начало. Но, конечно, много и много других вопросов о Брексите остаются нерешёнными. Финансы, отношения с Ирландией. А это означает, что до октября ещё многое предстоит сделать». Как ожидается, более детализованный план Тереза Мэй предстоит в грядущий понедельник. Напомним, накануне лидеры ЕС договорились продлить секторальные экономические санкции против России ещё на полгода. Это связано с тем, что отсутствует прогресс в выполнении Кремлём Минских соглашений. В Йемене продолжает распространяться холера. По данным ВОЗ, число заболевших ежедневно увеличивается на 4%. Число смертей возрастает на 3,5%. Зарегистрировано около 180 тысяч случаев подозрений на холеру. Более 1200 человек умерли от этого заболевания. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен Убрайен назвал эпидемию искусственно созданной катастрофой. «Всё из-за вооружённого конфликта. Это создано людьми. Ситуация тяжёлая, цифры ошеломляют. И всё только ухудшается. В дополнение к холере людям не хватает еды и медикаментов. Вот о чём должны думать конфликтующие стороны». По мнению Убрайена, все участники гражданской войны должны признать, что несут совместную ответственность за гуманитарную катастрофу, которая охватила страну. Представитель благотворительной организации Oxfam призвал власти Йемена разрешить гуманитарный кризис и не раздувать вооружённый конфликт. «Власти Йемена щедро субсидируют войну и также зарабатывают на поставках оружия, боеприпасов, военной техники, технологий, оказывают материально-техническую и финансовую поддержку военным действиям. Это разжигает конфликт, а не уменьшает страдания людей». Гражданская война в Йемене началась три года назад. С тех пор погибло более 10 тысяч человек. Система здравоохранения в стране почти разрушена. По данным ООН, в Йемене работают всего несколько больниц. Всех пациентов там разместить невозможно. При этом 75% йеменцев недоступна чистая питьевая вода. В прошлом году в Йемене также была эпидемия холеры. Для получения макрофинансовой помощи от ЕС Верховная Рада должна принять ряд законопроектов. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк. Об этом он говорил на встрече с главой представительства ЕС Хьюгом Мингарелли. По словам Данилюка, это в частности проекты закона относительно таможенного контроля, уполномоченных экономических операторов, бухгалтерского учёта и финотчётности, аудиторской деятельности. Министр финансов отметил также, что принятие этих законов необходимо для выполнения обязательства в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. С момента введения без виза со странами Европейского Союза по состоянию на 22 июня более полумиллиона украинцев посетили ЕС, сообщает Госпогранслужба. 30 тысяч из них по биометрическим паспортам. При этом 26 граждан Украины, несмотря на наличие биометрики, по тем или иным причинам через границу не пропустили. Пока биометрический загранпаспорт оформило только 9% украинцев, а 66% граждан и вовсе не имеют никаких документов для выезда за рубеж. Статистику предоставили фонд «Демократические инициативы» и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. «Якщо порівняти, скажемо, с 2013 роком, коли взагалі не нашлось ні про який визовий режим, тоді не мали паспортів закордонних 70. Якщо подивитися на структуру тих, хто не має паспортів, не мають взагалі закордонних паспортів, серед осіб старше 60 років 84%. І не збираються їх мати 78%. Оформить биометрический загранпаспорт в этом году на западі Украини планирують 10% опрошенных. Здесь же люди, більше, чем в якому-либо другому регіоне, заинтересованы в путешествиях без виз. А на Востоке документы для выезда за рубеж в 2017-м собираются оформить около 7% респондентов. Опросы также показывают, что чаще паспорта оформляет молодежь. Эксперты говорят, что хотя документы пока есть не у всех, пользу от без виза получили все украинцы. Це не лише протидія корупції, але це дійсно, я би сказала, такий потужний перелік змін, які відбулися у сфері безпеки документів, захисту персональних даних, управління міграцією, управління кордонами, боротьби з організованою злочинністю. Напомним, безвизовий режим между Украиной і ЕС вступив в силу 11 іюня. Полуразрушенні дома, поваленні дерев'я. В Гватемалі знову мощне землетрясення. «Очень сильне землетрясення, ми испугались. Ми спали і вдруг почувствували движение. Я вскочила і закричала, позвала сестру і племянників. Вещи падали, було дуже страшно. Ми як можна скоріше выскочили з дому. Слава Богу, все успокоилось, але перепугались ми не на шутку». По данным Геологической служби Соединённих Штатов Америки, сила подземних толчков составила 6,8 балла. Точно такой же по мощности было в стране неделю назад. Тогда погибло несколько человек. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв. «Сообщения погибших нет. Спасатели помогли одной женщине. У её дома пострадали крыши и стены. Часть стены обрушилась». Эпицентр залегал на глубине 47 км Тихом океане, в 40 км юго-западнее города Пуэрто-Сан-Хосе. Подземные толчки ощущались и в соседнем Сальвадоре. Напомню, 5 лет назад в результате землетрясения в Гватемале погибло более 40 человек. Но самое разрушительное было в 1976 году. Тогда погибло почти 30 тысяч человек. Более 70 тысяч пострадали. Больше недели у министерства здравоохранения Перу в Лиме остаются протестующие. Они приковали себя цепями к забору и требуют помочь им вылечить их больных детей. Все эти семьи живут рядом с одной из самых старых горнодобывающих шаг в стране. Говорят, дети заболели из-за загрязнения окружающей среды, вызванного добычей. Все они из Сера де Паска. Город – один из самых высокогорных в мире. Находится в Вандах на высоте более 4300 метров. Люди требуют от правительства объявить в их регионе чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Они также хотят, чтобы в их городе построили больницу, которая специализируется на отравлениях тяжелыми металлами. «Это всё из-за карьеров в Паска, из-за загрязнения. Эти раны, которые начинают открываться, проявляются как вирусное заболевание. Я уже водила дочь к врачу. Нам сказали, что это из-за свинца. Вот почему я прошу у министра предоставить нам другое место для жизни. Как матери мне больно смотреть, как страдает моя дочка». Протестующий Луис Пальма говорит, что один из его сыновей умер из-за болезни желудка, вызванной загрязнением. А его дочь родилась умственно отсталой. «У одного моего сына в крови нашли 66 микрограммов свинца на децилитр, хотя допустимый предел только 10 микрограммов. У другого сына было 96 микрограммов. У сына, который умер, было 100 микрограммов. У дочери – 120. Я приковал себя к министерству ради детей, потому что не могу смотреть на это безразличное правительство. Нас медленно убивают. Два моих ребёнка погибли. Один уже в земле, а второй вот-вот умрёт». Горная добыча продолжается в Сейра-де-Паско последние 400 лет. Из-под земли достают свинец, цинк, серебро и другие металлы. В городе высокий уровень заболеваемости раком, поскольку загрязнены и почва, и вода. В 2012 году здесь провели исследование, которое показало, что у 40% детей содержание свинца в крови на крайне опасном уровне. Представители Министерства здравоохранения уже пообещали, что скоро обеят в регионе чрезвычайное положение и выделят 400 тысяч долларов на медицинскую помощь людям. Самолётостроительные компании продолжают демонстрировать свои достижения на парижском авиасалоне в Лебурже. Крупнейший авиапроизводитель Airbus представляет беспилотный вертолёт VSR-700. На фоне гигантских самолётов он кажется крошечным, однако надежды на него возлагают огромные. Дрон создан на базе лёгкого двухместного вертолёта. При этом способен выполнять все те же операции, что и военные вертолёты. Сделан беспилотник по заказу французского военно-морского флота. В будущем он может стать разведчиком на авианосцах. «Это дополнение к вертолёту. Он поможет ему лучше выполнять работу. Ещё важнее то, что он обезопасит работу корабля. Можно будет выполнять операции намного лучше, не рискуя дорогостоящими вертолётами и другой техникой, и людьми». Беспилотник оснащён таким же радаром, как военно-морской вертолёт, электрооптической системой наблюдения и автоматической идентификационной системой, которая позволяет опознавать суда и определять их курс. Он может летать 10 часов без дозаправки. В этом с ним пока не сравнится ни один дрон. Беспилотный вертолёт также смогут использовать и гражданские службы, например, для поиска и спасения людей во время стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий. Парижский авиасалон – одна из крупнейших аэрокосмических выставок в мире. Проходит раз в два года. Посетить авиасалон можно до 25 июня. 73-летний житель ЮАР посвятил свою жизнь обучению детей вольтежировке. Местность Соуэта, близ столицы ЮАР, была центром восстания темнокожих против апартеида. Сегодня, четыре десятилетия спустя, атмосфера здесь совершенно другая. Мафаката был первым темнокожим наездником, который участвовал в Королевском международном конном шоу в Лондоне в 1980 году. Сегодня он посвятил свою жизнь обучению детей тому, как ездить на лошадях и ухаживать за ними. «Что я делаю? Я работаю на благо этих детей. Я хочу, чтобы темнокожие дети соревновались так же, как и белые, чтобы их не приходилось проталкивать в спорт только потому, что они чёрные». Дети приходят в субботу в шесть утра. Первая задача – убраться в конюшне и почистить лошадей. Только потом начинаются занятия. «Когда я открыл этот центр в 1988 году, за лошадьми здесь вообще не ухаживали». Тренер говорит, что многие его ученики добились признания. «Южно-африканцы становились чемпионами по вольтежировке уже четыре раза». Но медали не главное. Ученики говорят, что занятия помогают им стать более уверенными в себе. «Когда я первый раз села на лошадь, мне показалось, что это самое комфортное в мире место. Раньше я была беспокойной, но когда села на лошадь, вдруг поняла, что принимаю себя такой, какая я есть, и что меня всё устраивает». «А ещё занятия защищают от плохого влияния улиц». «Большую часть времени проводишь подальше от улицы. На неё времени уже не остаётся». «В настоящее время в центре содержат 20 лошадей». «Ещё не раз свело, а эти индийские девчонки из небольшой деревни в штате Джаркхант уже едут играть в футбол. Такую возможность им дала благотворительная организация «Юва». Её цель – через спорт увлечь девочек и девушек учёбой. Помимо футбола им преподают родной и иностранные языки, а также другие предметы. «Мы стараемся положительно влиять на девочек, чтобы они обрели внутреннюю силу и уверенность в себе, чтобы получили образование и полюбили жизнь. Хотим поддержать их жажду знаний, помочь им сформировать собственное мнение и научиться лидерским качествам». Многих девочек в Индии родители выдают замуж совсем юными, чтобы облегчить материальное бремя семьи. Однако, получив образование, они могут найти работу и избежать такой судьбы. Некоторые девочки и девушки, научившиеся играть в футбол, сами становятся тренерами и начинают зарабатывать. Благодаря этому оплачивают учёбу свою и своих сестёр. «У каждого человека есть права. Девочки не обязаны лишь сидеть дома, заниматься хозяйством и никуда не выходить. У них есть право учиться, выходить на улицу, делать, что хочется и выбирать, чем заниматься в будущем». Тренировки проходят каждый день. Спортивную форму закупает благотворительная организация. «Организация Юва вдохновила многих. Девушкам часто приходится постоять за себя, поскольку родители не позволяют им ходить в школу или не разрешают играть в футбол. Но в нашей деревне теперь многие играют, и из соседних деревень тоже. Думаю, ещё много девушек присоединится». Организация Юва основана 8 лет назад. В 2015-м при ней открылась школа для девочек. Её посещают примерно 80 учениц. Ну а играть в футбол приходят все 300. Некоторые из них побывали на соревнованиях в разных городах Индии и даже ездили в Испанию. «Теперь мы хотим построить школу-интернат и футбольный центр. Это поможет местным девушкам стать лидерами своих общин, своей страны и хорошо подготовиться для учёбы в университетах». Организация также проводит семинары по обучению здоровому образу жизни. Существует она на пожертвования и субсидии. Субтитры создавал DimaTorzok